Помни день субботний, чтобы осветить его, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море, и все, что в них в день седьмой почил и благословил Господь день субботний осветил его. Наблюдая день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцей простер высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Аллилуйя. Приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья, благоставляю всех вас именем Господним и поздравляю всех субботним этим днем, шаббат, горят свечи шаббатные, и сегодня благоставляю великого Бога, благодарю Бога всемогущего за это чудо во временном таком нашем измерении Господнего Святого Дня. Соприкасаемся мы с вечностью. Земные человеки, живя в этом земном бытии временном, мы взираем на небеса и соприкасаемся с вечностью. Слава Господу. Так что, дамы и господа, шаббат шалом, субботний мир Господний всем вам. Субботний мир Господний Субботний мир Господний мир Шаббат, 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 шалом Наш Отец, Бог живой О, да ви ну хай О, да ви ну хай А ваочек, Бог святой небесный Наш Отец живой О, да ви ну хай О, да ви ну хай А ваочек, Бог небесный Наш Отец живой Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль Хай Мы Израиль, ам Израиль Живой Потому что наш Отец небесный Бог святой Живой О, да ви ну хай Ам Израиль, ам Израиль О, да ви ну, да ви ну хай Ам Израиль Ам Израиль, ам Израиль Ам Израиль Хай Хай Ам Израиль Я вам желаю мира, я вам всем желаю счастья, радость, Счастья мира, я всем желаю мира, желаю мира, шалома Божьего во Христе. И благословляю Мирушалай, Мирусалим. Шалом, шалом, Иерусалим, мир Господний, шалом Тебе, град, Иерусалим, Святая столица государства еврейского Израиля, благослови Господь, Благодарю Тебя, что 51 год тому назад, Господь, Ты совершил чудо Божие всемогущее, Иерусалим снова наша столица, столица еврейского государства, столица Израиля. Боже, и благословляю сегодня Иерусалим, благословляю Иерусалим, Господь, благословляю Израиль, Боже, 70-летие которого, Боже, возрождение, мы празднуем в этом году, Господь, праздновали, и весь этот год, Боже, празднуем, и ликуем, и торжествуем, слава Тебе. Салом, салом, Иерусалим. Салом, салом, Иерусалим. Салом, салом, Иерусалим. Салом, салом, Иерусалим. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, шалом! Шаббат, шалом! Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенный, Царь, Бог Великий! Якова, Барухаше, благословено имя Твое, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков! Отец наш, Который на небесах живешь, слава Тебе! Боже всемогущий, благодарю Тебя, давший нам Шаббат, повелевший нам зажигать свечи Шаббата, давший нам хлеб из земли, Хлеб жизни Иешуа Машех, Иисус Христос, Сошедший с небес хлеб живой, Проливший свою кровь драгоценную за нас, Благодарю Тебя за кровь Иешуа Машеха, Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Отец, благодарю Тебя за это чудо Шаббата. Ты шесть дней созидал этот мир, Седьмой день почил с нашими пра-пра-пра-родителями. Благодарю Тебя мой Бог и Царь за нашего пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, Много раз пра-отца Адама и пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-матерь Еву. Ты провел с ними тот первый Шаббат в истории человечества. Я благодарю Тебя, Господь, Божий и всемогущий Бог. Благодарю, что 3330 лет тому назад Бог всемогущий, Ты совершил чудо, Божий дал заповеди, да Юре запечатлел эту радость в наших сердцах, в нашем разуме, в нашей памяти, в Торе Твоей Святой. Благодарю Тебя, Господь, за то, что во время этого благодатного Нового Завета, когда благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой Божий дар святой во Христе Иисусе Господе нашим, Ты запечатлеваешь это Духом Святым внутри нас. Спасибо Тебе, Господь, слава Тебе, Святой Израиль, слава Тебе, Господь, паки, паки, прошу Тебя, благослови Господь Израиля сегодня, благослови Иерусалим, столицу еврейского государства, благодарен Тебе, Бог всемогущий, несказанно, просто беспрестанно благодарю Тебя за это, Господь, Боже, за этих два великих чуда, геополитических Твоих чуда 20-го столетия. Возрождение еврейского государства и возрождение Иерусалима, как столицы Израиля. Спасибо Тебе, Господь, Бог всемогущий, благодарю Тебя. Этот год, Господь, год 70-летия возрождения Израиля, Боже, год хвалы, особенной, святой хвалы от народа Твоего, евреев, неевреев, всех возлюбивших пришествие Твое. Всех любящих Тебя, Господь, всех чтущих Слово Твое, Боже, да и всех людей доброй воли, Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь Святой, благословенный Царь наш. Аминь. Братья, сестры, в Писании священном указывается два главных повода этого праздника, Шаббата, Субботы Господней. Две главных причины, их много, других причин, десятки причин прекрасных, в Писании все это рассказывается. Но две самых главных причины Шаббата, самых главных. Первое, вот то, что из Писания мы знаем, что Он создал весь этот мир, видимый, невидимый. И все, что мы видим вокруг нас, это все Его творение, да и мы Его творим, Его творение, сотворенное им. И человек, празднующий Шаббат, седьмой день, субботу Господню, он тем самым заявляет пред небесами и преисподней, пред всем миром земным и ангельским, и небесным, заявляет в духовный мир, как мы говорим еще христиане, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не мной, а этот мир придуман Богом, этот мир создан им. Вторая причина, Он вывел нас из Египта, Он дал нам свободу. И сегодня, кстати, праздник, сегодня праздник, ну много праздников разных сегодня, но самый главный праздник Шаббат, конечно, Господний, это его праздник, ну а есть наши земные праздники, да, церковные, религиозные, светские, разные, государственные. И вот сегодня у наших друзей в Грузии большой праздник, я молюсь сегодня за Грузию, особенно молюсь за Грузию, за Тбилиси, Грузию за поездку, в общем-то, планирую сейчас поездку, очередную вот как раз в Грузию и на Кавказ, служить Словом Божьим, народом Кавказа, вот, и присоединяйтесь к этому, кстати, тоже, друзья, присоединяйтесь. Вот здесь на основной своей странице, у меня здесь на Фейсбуке, здесь три страницы, на первой моей странице как раз они подписаны, у меня первая страница, вторая, третья, вот на первой странице я уже выставил сегодня как раз и там вот этот вот фон, там грузинский флаг с поздравлением с независимостью Грузии, да, и вот как, иконка аватар, вот это как называется, вот эта фотография, фото профиля, да, значит, там, значит, там, с флагом тоже Грузии выставил, и много уже опубликовал уже, с Днём независимости Грузия, да, аллилуйя, да, о поездке опубликовал уже в Грузию, поздравления тоже, это хорошо, слава Богу, всё опубликовано, я посмотрю ещё как раз, ну вот, и я, чё, сейчас открыл, да, вот, как раз написал я тоже, что приглашаю всех вас, друзья, молитвенно и финансово, принять участие в моём евангельском, православном, реформаторском служении, вот, в частности, вот на Кавказе, с территории Украины можно это сделать, с территории России можно это сделать, в Грузии пока у меня нету, но я намереваюсь в этот раз в Грузии открыть тоже номер какой-то, телефон, ещё там как-то, чтобы можно было с территории Грузии тоже участвовать в моём служении, таким образом, вот, вот, нет, здесь, к сожалению, я не вижу сейчас, вот, видимо, вот эту последнюю новость я не публиковал, так, а вот в блог за эту сейчас, а нет, я публиковал, здесь гимн Грузии, я почему сейчас, вот, заговорил о свободе, ну, а заговорить о свободе и не вспомнить Грузию просто невозможно вообще, вот, это очень свободолюбивый народ, вот, здесь написал я тоже, значит, раз о поездке в Грузию, дал ссылочки на видео, которые, вот, вот здесь на грузинском языке, и перевод есть, выполненный Светланой Анджепаридзе, Родина моя икона, то есть, моя икона это Родина, вот, кто из вас не был ещё в Грузии, приедете, убедитесь в этом, на самом деле, там иконостас, целый, вообще, это прекрасно, а, да, даже написано дальше, кстати, и весь мир иконостас, то есть, это очень такое церковное высказывание, на самом деле, очень глубокое, потому что иконостас для, вот, ну, в нашей православной, будем так говорить, традиции, это, насчёт, это, как бы, указание на небо, как бы, открыть, открыть, раскрытие небес, и вот здесь, как бы, весь мир раскрывает, будем так говорить, небеса, эти горы и раздолья осветил Господь для нас, так восславим же свободу, что грядущего звездой озаряет на восходе между двух морей наш край родной, так восславим же свободу, свободе, славе, вечной. В общем, да, табе, табе супре вас, и деба, и деба у вас, и деба, слава, да, деба, слава, да, слава Богу. Благодарю Бога всемогущего, и действительно, восславим свободу, и вот на шаббате, шаббат, он, вообще, он для этого, и как бы, и дан Богом всемогущим, получается, согласно слову его, ну, Библии Святой, чтобы мы восславили свободу. Ну, и вторая, другая сторона медали, что подвергли позору рабство. Бог ненавидит рабство. Бог ненавидит рабство. Если кто-то во Вселенной и ненавидит рабство, лютой ненавистью, это Бог. Если кто-то во Вселенной и любит свободу, это Господь Бог всемогущий. Самые свободолюбивые народы. В некоторых народах притуплено чувство свободы, в некоторых оно задавлено, в некоторых оно очень обостренное, это чувство свободы, в некоторых людях оно очень сильно обостренное, в некоторых людях оно притуплено, заглушено, в некоторых убито. Я встречал таких людей, это очень страшно. Но самым свободолюбивым из всех свободолюбивых является сам Господь Бог Всемогущий Давший свободу и дарующий свободу Через Иисуса Христа, через Ишио Машеха, Бог Всемогущий Он действительно открывает и дарует нам мир свой, свою свободу Благодарю Бога Всемогущего, благодарю Господа за Его дар Спасение, исцеление, благословение Благодатью мы спасены Это не от нас, это Божий святой дар Чтобы никто не хвалился, Господь уравнял всех нас Русские, грузин, украинцев, евреев, белорусов, американцев, африканцев, всех-всех-всех, абсолютно Всех уравнял и всех спас Спасибо Господу за все Спасибо, драгоценный Господь Поэтому зажигаем свечи мы Вот как раз две этих Леха до Дида Поем, тоже хорошие песни Много прекрасных песен Приветствия ангелам хорошим Шалом Алейхим Одна из самых трогательных песен еврейских Шалом Алейхим Малахей Ашад Малахей Альхом Малахей Альхом Мимэлех Малхей Амлахин Кадош Баруху Мы приветствуем вас, ангелы небесного Святого, благословенного, ангелы, посланники Всевышнего Приходите с миром, ангелы Всевышнего Божьи и посланники Пребывайте с миром С нами здесь, с миром ангелы Господни Посланники, посланники Всевышнего И уходите с миром, ангелы Господни Посланники Всевышнего Спасибо тебе Господь Святой Спасибо Спасибо за Шаббат Спасибо Благодарю Господа Всемогущего За это чудо Шаббата За Святыню Господню И конечно Сегодня и утром совершали хлебопреломление В прямом эфире Я подключаюсь на утренней молитве Ну, когда есть возможность Подключаюсь Вот сейчас в 5 утра Подключаюсь Вот Потом, может, изменим время Может быть в 6 утра Не знаю Но сейчас пока в 5 утра Подключаюсь Вот И некоторые ночные молитвы Тоже подключаюсь Тоже так вот Когда возможность есть В трансляции Вот Ну, как-то так Но самое главное Конечно Можно Разные трансляции Видео записывать Но Я просто умоляю Пребывайте в Господе Братья и сестры Погружаемся в Него Погружаемся В Господа нашего Нашего Любезного Возлюбленного Время пения Время пения настало Голубица чистая Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный Грядет Вот он идет Бог мой Грядет Мой возлюбленный Грядет Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен Кедру На подножьях Золотых Золотых Вот он идет Господь Грядет Мой возлюбленный Грядет Вот он идет Бог мой Грядет Мой возлюбленный Грядет Спасибо Господь Могущий Спасибо за все За этот шабос Спасибо Господь Спасибо И веди нас Господь В дорогой В дивный сад Тебя там встретит Огнегривый лев Из синего Исполненный Отчей С ними Золотой Орел Небесный Чей так Светил Взор Незабываемый Под небом Голубым Есть город Золотой С прозрачными Воротами И И Яркою Звездой А в городе Том Сад Все Травы Да Цветы Гуляют Там Животные Невиданной Красы Одно Одно Звезда Она Твоя О Ангел Мой Она Твоя Всегда Кто Свет Кто Кто Любит Тот Люби Кто Свет Тот И Свят Пускай Ведет Звезда Тебя Дорогой В Дивный Сад Тебя Там Встретит Огнегривый Лев И Синий Вол Исполненный Очей С Ними Золотой Орел Небесный Чей Так Свет Взор Незабываемый Спасибо Господь Святой Спасибо Спасибо За новую землю Новые небеса За новый Иерусалим Спасибо Господь Поднимаю Взоры К небесам Ах Какая Радость Ждет нас Там В Радостном Волненье В Трепетном Волне И Хваленье Со Христом И Встретимся Там Арфы Золотые Нам Дадут Арфы Непростые Струны Золотые Дадут 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 Спасибо Господь За этот чудесный день Шаббат Идет к вечеру Уже Завершается С вечера И до вечера Мы празднуем Шаббат И Завершение Шаббата Боже Я благоставляю Великое имя Твое Благоставляю Моих братьев Сестер Благоставляю Всех Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Во имя Господа Иисуса Благостави Господь Иерусалим Паки Прошу тебя Господь Благостави Израиль сегодня Благостави сегодня Сокартвелло Грузию Тифлисси Благостави сегодня Господь Боже Всю нашу истрадавшуюся планету Боже Потому что вся тварь Стенает и мучается Ожидая откровения Сынов Твоих Боже Всевогущий Слава Тебе Безрастительный мир Животный мир Все трепещет И все ожидает Этого откровения А наипаче Человеческий род Боже Гонусапиенс Разумные люди Боже Ожидая этого откровения Спасибо И это откровение Оно вот оно Оно здесь Прямо сейчас Христос в нас Упование Славы Самое великое таинство Таинство всех таинств Ответ На все наши вопросы Божественное Евхаристия Причастие Хлебопреломления Погружение в Господа Ежедневное Ежеминутное Ежесекундное Пребывание в Нем Святом Великом Боге Спасибо Господь Бог есть любовь Спасибо тебе Господь И Любить Бога И окружающих В этом все В этом вся Библия В этом Вся мудрость Божья В этом Вся мудрость Человеческая В этом Вся жизнь наша В Боге И Божья жизнь в нас Спасибо тебе Господь Спасибо И благослови Господь Царь Святой Сегодня Это таинство Благословен Бог наш Всегда Ныне И во веки веков Аминь Слава тебе Слава тебе Боже Наш Слава тебе Слава тебе Слава тебе Небестный Утешитель Дух Истины Ты Который Везде Пребываешь И Все Собою Наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, и слава, хвала, честь, величие Тебе. Благословен Господь, и соверши Господь Божий хлеб сей, честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим, Святым. Аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь Божий наш, за Таинство сие. Благодарю Тебя, Святой, Великий Бог наш. Совершите это так же, как можно чаще совершайте, братики, сестрички, дочечки и сыночки нашего Небесного Папочки, братья и сестры, друзья, все, кто любит Господа, не сторонитесь этого Таинства, наоборот, жажмите. Каждодневно, постоянно размышляйте о теле и крови Христа. И каждый день, даже если нет ни вина, ни сока, ничего нет, то просто даже воды наливаю, воды и хлеба беру. Неважно, какой хлеб. Мацу используем обычно в церкви. Здесь вот я сделал, вот лепешку взял сегодня, кинзмараули. Вот лепешку, хлеб такой. У меня грузинский сегодня такой. Шаббат. Молюсь сегодня за Грузию. А особенно Грузии в моем сердце. И знаете ли, вот, и, не знаю, я сегодня прямо вот с утра в молитве и Грузии, Грузия, Сокартвелла, Сокартвелла, пою этот гимн грузинский, молюсь за Грузию. Всех братьев, кого вспоминаю по именам или кого визуально, я больше как художник, запоминаю это вот визуально, благооставляю всех этих братьев, сестер. Разные церкви, там много на Кавказе церкви, слава Богу. На горах Кавказа едешь, там крест стоит, там крест стоит, огромные кресты идти. Хоу! Хоу! Спасибо, Господь, спасибо. Хоу! Страна лозы. Хоу! Спасибо, Господь. Хоу! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь. Как Грузии поют. Кто не слышал пения грузинского, тот не слышал пения вообще никакого еще в жизни своей, вообще не знает ничего еще. Славить Бога в песнях. О, спасибо, Господь. Святый Ицхавелли. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, спасибо. Благоставляю всех вас, братья и сестры, рассуждать о теле и крови Христа, божественном причастии, и в хористе божественном. Хо! И достойно причащайтесь, достойно. То есть, рассуждая о том, что благодатью спасены, это не от нас, это Божий дар, взираем на Христа, на Иисуса, на Иисуса, размышляем о Нем. Его кровь святая была пролита за нас. Его кровь святая была пролита, чтобы каждый из нас был спасен. Хо! Его тело было ломимо за нас, за наше спасение было ломимо. И потому кровью Иисуса Христа и Его ломимым телом я спасен, совершенно спасен, исцелен, благоставлен, обогащен, всяческими небесными благословениями благоставлен, усыновлен через кровь Иисуса Христа. Хо! Спасибо, Господь! Спасибо, Святой! И если вы приедете в Грузию, обратите внимание, что для кавказцев, в частности, для грузин, вот такое застолье, это как некое продолжение церковной службы. Это, собственно, литургия, домашняя литургия. И она благоставенна. Настоящая литургия. Евхаристия. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Царь Израилев! Благоставенный Бог наш! Благоставенный! Благоставляю вас священническим благословением, господа, братья и сестры, дамы и господа! Благостави тебя, Господь, и сохранит тебя! Да призрит на тебя, Господь, светлым лицом своим, и помилуй тебя! Да обратит Господь, лицо свое на тебя, и даст тебе мир! Субтитры создавал DimaTorzok И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу Иисусу Христу! А веке славы Богу Святому! Аминь! Благоставляю всех вас из города Санкт-Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя! Мир всем вам! Серго Церодзе, не, Царавани, так пишут сейчас, Царавани, по-грузински Журавлев, Царавани, Церо, Журавль, это Церо, Серго Царавани, мне очень нравится, как звучит мое имя и фамилия на грузинском, Серго Царавани. Да, благоставляю всех вас, ну и по скриптум, братьки и сестрички, по скриптум, конечно, я напоминаю, что летом у нас собор, наша православная, евангельская, реформаторская, так как обновленческая конференция. Стартовала пятилетка, вот это, подготовки к 100-летнему юбилею обновленческого движения, которое родилось в Москве, но зачиналось, зарождалось здесь, на берегах и Жоры, и Невы, в Колпино, и в Петербурге. И родилась в Москве, а уже возродилась в Киеве, в конце 2000, но начало 2001-х годов. Очень Богу благодарен я за это. И летом этим, получается, 19 июля Петра и Павла, мы собираемся на Петропавловский собор наш, на нашу конференцию, молитесь об этом, друзья, участвуйте в этом возможности, и будете в Киеве, обязательно приходите на собор. Более точную информацию, детальную о месте, времени я сообщу попозже. Вот. И в блоге, и на, естественно, на ютубе, вот на канале своем, и, значит, в социальных сетях. Так что следите за новостями. Вот. Ну и в августе тоже, в августе месяце как раз начнем тоже вот такое служение, и ванклиниционное служение в самом Киеве, как раз на Хрещатике, на Майдане. Молитвы на Майдан такой проведем тоже. Слава Богу. Вот. Пусть Бог благоставит во всех, дорогие друзья, братья и сестры. До встречи и на земле, и на небесах, ну и в эфире, в прямых эфирах по утрам подключайтесь. В 5 утра на утреннюю молитву. Мир всем вам. Шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шаббат.